Добрый вечер, коллеги. Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Билл Питерс готов ответить на наши вопросы. Для начала, короткий комментарий по игре. Добрый вечер, хоккейный клуб. Я думал, что мы делали много хороших вещей. Я не любил финалов, которые мы взяли в втором, но я думал, что ребята встали и нашли в третьем. Мы должны победить первый период, чтобы победить игру, и мы сделали это. За исключением пары удалений во втором периоде, которые, конечно, были лишними, а если бы не они, то мы бы получше сыграли второй период. В остальном, сегодня многое получалось и довольны результатом. Вопросы? Спасибо. Нет вопросов? Спасибо. Спасибо. Продолжаем нашу пресс-конференцию. Главный тренера Соловата Юлаева. Томин Амса, пожалуйста, комментарий по матче. В 14 минутах мы играли очень хорошо. Потом были большие ошибки. И противоположные голы. Это была история. Не знаю, почему, но сегодня мы начали первый период медленно, затем позволили сопернику создать несколько моментов наших ворот. Однако, затем уже в игру вернулись, стали лучше действовать, отлично провели второй период, забили свои шайбы. В принципе, и хорошо действовали в третьем периоде, однако, к сожалению, совершили такие грубые и повлиявшие на матч ошибки и выпустили победу. Коллеги, вопросы? Здравствуйте. Азамар Шулуков, Медиа Корсеть. Томи, а вам не кажется, что в конце матча Соловат был слишком осторожен и из-за этого упустил инициативу, пропустил голы? Вообще, что произошло в последние несколько минут, вы сказали о грубых ошибках? Нет, нет, нет. Первый гол мы играли слишком официально, и второй был просто ошибок, не было ошибок. Дефенсивно ошибок. Первый гол мы слишком увлеклись атакой, а что касается вот этого второго гола в третьем периоде, то здесь, к сожалению, мы ошиблись. Получили травмы Панин и Воробьев. Как они сейчас? Смогут ли они сыграть Сибирью? Вообще поедут ли они на выезд Новосибирск? Я не говорил с ребятами, я не говорил с докторами, так что я пока не знаю. Надеюсь, что парни с нами отправятся в Новосибирск, но, однако, все еще не было у нас такой детальной разборы с докторами, с парнями я тоже сегодня пока не разговаривал. Сегодня снова был плохой матч, но брат в них у Салавата. Вы часто говорите, что это происходит из-за действий всего звена на точке, было ли сегодня подобный случай, это раз, и можете ли вы уточнить, что имеете в виду под этим? То есть, может быть, защитник должен получше подбирать или еще что-то? Да, когда это просто, когда фейс-офф, я имею в виду подбирать, когда пак остается близко к центерману, тогда целая команда нужно реагировать и помогать центерману. Но если вы потеряете 100-0, то сегодня мы потеряем слишком много фейс-офф. Да, сегодня мы слишком много в браслане проиграли, но если детально объяснять, что вам до этого я имел в виду, то вся работа всей пятерки, это имеется в виду, когда шайба не только находится на точке в браслане, но вся должна как раз пятерка реагировать на то, как шайба отскочит после того, как центральный нападающий будет по ней работать. Последний вопрос. Много пробросов было сегодня. Автомобилист заставлял свои собственные ошибки. Почему так? Видите ли вы это проблемой? Спасибо. Айск тюрькх? М accomplishment. Айск тюрькх, С films вы не знали, что все было. Опы有人 представлены, когда он обрали на черточки на нуренце с начала лицом? Да, плюс��는이를 будет WW2 человека разнорäischen, чтобы он distributing облидаем успеха barely. Я думаю, что тут есть два компонента сыграли. Это, в первую очередь, авто действительно хорошо в нашей зоне нас прессинговал, заставлял ошибаться в этот момент. И плюс, наверное, еще скажем, что мы легко с шайбой сами расставались. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Если вопросов больше нет, спасибо. Спасибо. Нападающий хоккейного клуба автомобилист Георгий Белуцов готов ответить на ваши вопросы. Жор, ну для начала комментарий по игре. Ну, скажу так, что очень сложно складывалась игра. Как говорится, довольны, что победили, переломили в третьем периоде, забили два удачных гола. Как говорится, надо зацепиться за это и продолжать в том же духе. Вопросы? Здравствуйте. Георгий, Юрий, Авторадио, Екатеринбург. Во-первых, с долгожданной первой домашней победой. Что творилось в раздевалке? Как сейчас происходит в раздевалке эмоциональное состояние, ребят? Спал груз ответственности. Конечно, всегда приятно побеждать, нежели ты, когда проигрываешь, приходишь в раздевалку, все унылые. Поэтому, естественно, мы очень рады. Я говорю, нам самое главное переломить и зацепиться за эту игру, которую мы сегодня показали в третьем периоде. Возможно, у нас будут победы и дальше. Так что, как говорится, не опускать руки, самое главное, и только вперед. Георгий, мне показалось, что вы сегодня как-то по-особенному радовались, забитым шайбам. Это что-то личное? Да, никаких личностей, ничего, просто, как говорится, переполняли эмоции. Спасибо болельщикам за поддержку, мы их сегодня слышали. Это шестой игрок, нежели ты, когда играешь все время без болельщиков. Это совсем другое, как на предсезонке. Это необъяснимо, конечно, но мы профессионалы, должны в любом состоянии выходить. Но когда болельщики, это шестой игрок, и он нам всегда помогает. Немного о неприятном, что позавчера с Челябинском, что сегодня удаляемся за нарушение численного состава. Это отсутствие концентрации, дисциплины. Знаете, если честно, вопрос не ко мне, конечно, но я думаю, мы должны сделать правильные выводы после того, что мы делаем на льду. И должен каждый человек знать, когда он должен выходить на лед и кого он менять должен. Поэтому получается какая-то странность. Все время в шестером каждую игру, и нам за это забивают голы. Поэтому это как-то необъяснимо, но надо с этим разобраться. Вы просто сказали, что вопрос не к вам, а тренер-то предъявляет претензии тренерские, что ли? Да. Что-то на это внимание? После второго периода тренер зашел, сказал, что мы так не имеем права играть, то, что мы не должны в шестером все время вылазить. То есть мы знаем определенно, кто кого меняет. И мы должны соблюдать эту, как там сказать, дистанцию, чтобы не выйти в шестером. Поэтому кто-то там делает шаг два вперед, и человек еще не успевает залазить, и нам дают все время шесть человек. Поэтому, ну, я думаю, что здесь дело только в том, что, может быть, какие-то эмоции там перегорают, быстрее хотят. Но я думаю, что надо с этим быть аккуратнее. Спасибо. Удачи в следующих играх. Большое. Коллеги, еще вопросы есть? Если нет, спасибо. С победой. До свидания. Добрый день, коллеги, кто нас слышит, видит. Продолжаем просто инференцию. С нами защитник Кокина-Клуба «Слава Тиллаев». Алексеев, пожалуйста, комментарий. Ну, игра, я считаю, что довольно неплохая получилась. В конце немного недоиграли как раз моменты. Вот эти два гола пропустили, необязательные. И я считаю, что игра была наша. Спасибо, коллеги. Есть ли вопросы из зума или из зала? Пожалуйста. Здравствуйте. Казал Ашулуков. Надей Карасидь. Первый вопрос по сегодняшнему матчу. Вот про последние минуты вы сказали. Не считаете ли вы, что Салават слишком, может быть, рано уверовал в победу и начали играть на удержание счета, потому что в конце почти по воротам не бросали? За весь третий период всего четыре броска. Нет, не считаю. Я считаю, что все парни-молочки бились до конца. А вот так получилось, это хоккей. То есть это было именно, что две ошибки соперника, то есть две ваши ошибки два раза просто соперник показал, и не более. Ну да. В сезоне Салават часто играет короткими сериями побед и поражений. Не напрягает, что не удается так вот обрести уверенность, выиграет подряд 4-5 игр? Ну, сейчас уже середина сезона, почти уже подходим к плей-офф, там еще осталось два месяца поиграть, и сейчас команды все, я считаю, на ходу, поэтому надо, я считаю, просто свои игры играть, и там победа, поражение, да, бывает. Если от 1 до 10 оценивать, как вы в целом дуэль турнили и игрой Салавата в этом сезоне, не считаете ли, что, возможно, стоит играть не настолько просто, больше комбинировать, больше угрозы давать, больше бросать? Опять же, 4 броска за третий период – это очень мало. Ну, это уже не ко мне вопрос. Я считаю, что это, ну, тренеры должны делать. То есть, что-то там, какие-то комбинации, да, ну, 4 раза бросили, да, согласен, плохо. Будем исправлять ошибки, будем смотреть видео и делать, извлекать из этого уроки. Окей, спасибо. Спасибо, Азамат. Есть ли еще вопросы к Александрам? Если вопросов нет и зума, и зала, тогда отпустите нас, пожалуйста. Всем большое. Спасибо. Спасибо, до свидания. Заканчиваем нашу пресс-конференцию. До свидания. Продолжение следует...